Есть 3-4 команды, у которых идет полностью пирамида, то есть начиная от команды, скажем, профессионалов и заканчивая детьми в возрасте 10-9, а даже и 7 лет в некоторых клубах. Вот если идет речь о Гдыне, где сейчас я работаю, у нас сделана полностью пирамида, то есть начиная с самых маленьких детей, старше, 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 у нас будет уже первая лига и суперлига, скажем так, то есть полностью идет омоложение команды, прежде всего у меня будут 20-летние девушки играть в основном в команде. Вот контракт подписан на 2-3 года с девушками, то есть есть костяк, который должен заиграть через 2-3 года. Но опять же полностью идет работа с молодежными командами, то же самое часто мы собираемся с тренерами и где-то общие направления, общие задачи обговариваем. Вот и поэтому есть 3-4 клуба такие в Польше. В некоторых клубах есть, скажем, только первая лига или там юниорская команда. У нас два зала в Гдыне, один поменьше, один побольше. Большой зал, там где, кстати, Асека Проком играет, он очень большой зал, поэтому если приходит 700-800 человек, оно особо не видно на игре. Вот, тем не менее, тем не менее, все-таки поддержка чувствуется. Ну, как во всех больших городах люди приходят, не особо бурные болельщики, тем не менее, когда игра идет интересная, зал чувствуется. Вот, поэтому я думаю, где-то так, ну, понятно, чем больше выиграешь, тем больше приходят люди. Вот, тем не менее, таких вот около, я же говорю, 700-800 человек так в среднем на игры приходят. Город очень спортивный, поэтому даже посмотреть, находится стадион футбольный, находится стадион регби, баскетбольный, два зала, то есть и вообще народ занимается спортом. Хотелось бы тоже, чтобы у нас так было.